Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, перед нами завершающий день праздника Суккот. Завтра это уже Шмини Ацерет. Седьмой день праздника Суккот называется Ашанараба, Великая Ашана. В ночь мы учились, кто учился, кто не учился. В следующем году поучится. Сегодня закрываются в Ашанараба на небесах все личные дела, начатые в Рошашана. Когда в Рошашана и в Йом-Кипур все живые существа предстают пред ниндэ, перед судом, и дело все рассматриваются отдельно, каждая. Суккот, написано, Всевышний судит весь мир, сразу решая, сколько будет дождей и так далее, какой будет урожай. И поэтому в этот день окончательный приговор скрепляется печатью. Сегодня. А поскольку жизнь человека зависит от обилия воды больше, чем от чего-то другого, то Ашанараба отчасти напоминает Йом-Кипур. Сегодня написано у мудрецы, особенно важны раскаяния, молитва. Это царство небесное, подобно царству земному. Земной царь, если он справедлив и милосерден, всегда ищет свидетелей и улики, которые могут оправдать обвиняемого. И, найдя их, прекращает судебное разбирательство. В конце концов, потом посланцы отправляются в путь, чтобы исполнить приговор или сообщение о помиловании вручить, выезжают. Все это происходит именно в Ашанараба. Если приговор оправдательный, его вручают сразу, если нет, он тоже может измениться. Каким образом? Старая-старая Майса, предположим, некий подданный, возмутился против царя, устроил мятеж, был приговорен, не дай бог, к смерти. Но царские посланцы, прибывшие исполнять приговор, увидели, что он сидит в суке, славит царя, исполняет его приказы с любовью. Посланцы говорят, нет, это не тот, кому послали. Разве может такой верхний слуга быть бунтовщиком? Они возвращаются к царю, и царь с великой охотой, написано, соглашаются с ними. Наверное, это совсем стал другой человек. Он уничтожает приговор и удоставит подданного награды. Точно так же ведется судопроизводство и в Царстве Небесном. В Рошашана все подданные царя проходят перед ним. Праведники достаиваются оправдательного приговора. Средние откладываются дела все, потом наемки пур. Однако различные процедуры, написанные судебные, по решению жизни и судьбы человека, продолжаются вплоть до Ашана Раба и заканчиваются утром шмини-ацерам. Завтра. Поэтому раскаяния, молитвы и добрые дела, совершаемые сегодня в Ашана Раба, седьмой день праздника Суккот, написано, могут спасти человека. И хотя иной раз суровый приговор уже, не дай бог, конечно, подписан, его уничтожают на небесах, в последний момент выносят оправдательный приговор. Я надеюсь, что все мы получили еще в Йом-Кипур и в Рошашана хороший приговор. И если, не дай бог, были какие-то заменки, то сегодня все поменяется. Даю на это браху, чтобы у всех было все хорошо. В праздник Суккот мы читаем полный Галилею, благодарственную молитву. А вот в праздник Пейсах, великий праздник, нет, только сокращенный. Почему? Сразу отвечу вам на этот вопрос. В Пейсах мы вышли из Египта и написано сразу после Пейсаха начался отсчет Амера. И пока мы дошли до получения Торы в Шавот. То есть не был завершен круг. Это было какое-то очень большое действие, но не завершенное. Суккот самодостаточный. В Суккот мы полностью закрыли круг чего? Закрылся, самый главный замкнулся круг. Это круг Торы. Мы с вами прошли по кругу, прочитали годовую Тору, получили Тору на том уровне, на котором мы могли ее получить. И вот сейчас мы начинаем новую. Новую Тору нашей жизни, новую Тору жизни мира. Опять все зависит от нас. Смотрите, всегда последняя глава Браха и первая Брешит, им не достается полноценного недельного чтения. За Браха мы читаем там один-два дня, Брешит начнем быстренько. И это почему? Почему такие колоссальные, завершающие, начинающие, не удостоились полноценного чтения? Есть, это намекает, может быть, в каком-то мере, сказал один мудрец на две проблемы человека, которые надо разобрать вот сейчас перед новым кругом Торы, перед новым кругом мира. Первое, это одни никак не могут начать. Они все время планируют какие-то дела. Они готовятся исправить себя, готовятся иногда исправить и полмира. Все, и не начинают никогда. Все время что-то сбивает, что-то не хватает. Второе, никогда начав не доводят до конца. Что-то мешает, что-то начинает там сложности быть. Вроде было вдохновение в начале года, а потом раз, и куда-то исчезло. Вот эти две вещи надо вычеркнуть в своей жизни. Надо, во-первых, задуматься, поставить перед собой задачи на год и жестко контролировать, довести их до результата. Изменяя свои качества, мы получим теперь другой уровень Торы, новый свет. Вот Тора, которая будет у нас сегодня, это новая, новая Тора. Надо очень важно научиться в новом году отбрасывать меньше тени, создавать меньше тьмы и двигаться к свету. И давайте вместе, вместе с нашими уроками пойдем по этому новому кругу бесконечной Торы. Брахавы от Слаха, всего самого-самого лучшего. И хорошего праздника сегодня и завтра, Шмине Ацерет.